МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версия программы доступна на сайте metr12.ru, а также в наших группах в социальных сетях. В студии Екатерина Роман. Столица финно-угорского мира теперь находится в Мариел. Почетный статус у села Шерунжа Маркинского района республики. Правда, всего на год. Что значит быть столицей финно-угорского мира? Подробности далее в нашем сюжете. Титул «Культурная столица финно-угорского мира», разородившийся впервые в 2014 году, с достоинством и с гордостью продолжает свое развитие. Столицами становились деревни и города из Утмуртии, Венгрии, Эстонии, Карелии. И вот историческое событие в Мариел. Пятой по счету столицей финно-угорского мира стала Шерунжа село Маркинского района. Символ культурной столицы – водоплавающая птица. Значение ее в финно-угорском мире огромное. В том числе верность корням бережно отношения кобычьим и традициям предков. Таким же является и село Шерунжа. Это не сиюминутная победа Шерунжи. Это долгий путь. Это удивительно творческий населенный пункт. Когда приезжаешь, там все пропитано творчеством. Там совершенно замечательные люди. Творческие наполненные, у которых горят глаза. Они поют, танцуют, они занимаются ремеслом. Вообще маркинская сторона, она особенная. И когда попадаешь, вот когда по-настоящему увидишь ее, ты понимаешь, что это действительно то, что стоит увидеть. И мы сегодня используем год Шерунжи для того, чтобы открыть не только для нас, для жителей Марии этот замечательный край, но и, естественно, для всего мира. Там особенная, совершенно потрясающая атмосфера. Знакомство с национальным колоритом, укрепление связей между родственными финно-угорскими народами. Такого рода события занимает значимое место в истории, способствует устранению проблем малых сел и деревень. Этот титул очень много на самом деле дал. Во-первых, он дал огромный толчок для дальнейшего развития нашего, нашей территории, деревни Старые Быги, которые находятся в Удмуртской республике. И это очень много новых друзей по всему миру, по финно-угорскому миру. Это и Финляндия, и Эстония, и Венгрия. Вот сегодня уже мы оказались в республике Мариэл благодаря этому конкурсу, благодаря тому, что он развивается, он шагает по стране, и это здорово. Сохранить и приумножить самобытную культуру марийского народа. В течение года в Шурунджа пройдут не менее 12 крупных событий. Это конкурс национальных свадебных обрядов, слет марийской молодежи, пока спектакль под открытым небом. В целом, конкурс нацелен на развитие сельского туризма и устранение некоторых проблем. Село Шурунджа, получившее это достойное звание, культурная столица финно-угорского мира, станет центром притяжения на весь 2019 год. Госдолг Мариэл сократился в 2018 году и продолжит уменьшаться в ближайшие несколько лет. По данным Винфина Республики, по состоянию на начало года объем государственного долга Республики составляет 13 млрд 283 млн 800 тыс. рублей. За год госдолг стал меньше на 169,5 млн. рублей. Напомню, что с апреля 2017 года правительством Республики проводится направленная политика по сокращению долговых обязательств региона. В соответствии с расчетами, в ближайшие три года Республике удастся сократить объем госдолга почти на 20%. Отмечу, что государственный долг формируется из финансовых заимствований, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Тема сокращения долговых обязательств региона, накопленных за много лет, является одной из ключевых в работе правительства Республики. Глава Мариэл Александр Евстифеев в своих ежегодных отчетах о работе за год уделяет особое внимание вопросам погашения госдолга. Республика Мариэл, являясь имитентом облигаций, обязана раскрывать информацию о своем финансовом состоянии. Ежемесячная информация о государственном долге публикуется на официальном сайте Минфина Республики. 12 января в России отмечается День работника прокуратуры. А сегодня лучшие сотрудники ведомства получили заслуженные награды и звания. От имени главы региона работников прокуратуры поздравил первый заместитель председателя правительства Республики Сергей Сметанин. Вы стоите на передовой закона, обеспечиваете единство и целостность правового поля Республики и государства. Ваша деятельность повсеместно и ежедневно направлена на защиту законности и правопорядка, отстаивание трудовых, социальных, имущественных прав граждан, борьбу с преступностью и коррупцией, укрепление конституционного фундамента, на котором основывается развитие нашей страны. В Республике Мариел налажено эффективное взаимодействие органов исполнительной власти с органами прокуратуры. Ведется активное сотрудничество в нормотворческой деятельности, в решении вопросов, имеющих стратегическое значение для развития региона. Выражаю слова признательности ветеранам, заложившим высокие принципы служения Отечеству и народу. Своим примером вы показываете новым поколениям сотрудников, как необходимо служить государству. Желаю всем работникам и ветеранам прокуратуры Республики Мариел успехов, счастья, здоровья и благополучия. Пусть мир и добро всегда царят в ваших семьях. Глава Республики Мариел Евстифеев Александр Александрович. Ежегодно в прокуратуру поступают тысячи обращений и жалоб, как отдельных граждан, так и целых коллективов. Что касается приоритетов, то их, отмечают сотрудники прокуратуры, диктует сама жизнь. Например, в последнее время пристальное внимание уделяется вопросам безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Также в результате принятых прокурорами в 2018 году мер полностью погашена задолженность по зарплате на многих предприятиях Республики. В центре внимания работников ведомства защита и восстановление жилищных прав граждан, прав на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду, а также защита прав несовершеннолетних, ветеранов и инвалидов. Более месяца прошло с того момента, как истек срок уплаты имущественных налогов физлицами за 2017 год. Напомню, налоговая кампания завершилась в начале декабря. В Мариел далеко не все налогоплательщики исполнили свою обязанность. На начало января недоимка составила более 318 миллионов рублей. Все это время финансовые обязательства каждого из должников растут. Начиная с 4 декабря на сумму задолженности начисляются пени за каждый день просрочки. При отсутствии уплаты налогов, установленной законодательством сроки налоговыми органами Республики, в адрес должников направляются требования об уплате имущественных налогов с физических лиц. Кроме этого, налоговые органы вправе приступить к принудительному взысканию задолженности, в результате чего дело может дойти до суда, ареста имущества и ограничения права на выезд за пределы Российской Федерации. Напоминаем, что неуплаты налогов в установленный срок приводят к дополнительным расходам. В случае судебного взыскания налоговой задолженности, гражданам придется понести дополнительные расходы, такие как государственная пошлина и исполнительский сбор. За прошлый год принудительные меры помогли взыскать с должников около 40 миллионов рублей. Активно помогают в этой работе и судебные приставы. За долги по налогам в Республике было произведено 62 ареста имущества, в том числе арестовали 21 автомобиль и 2 земельных участка. Отмечу, что к работе по сбору налогов активно привлекаются местные органы власти, поскольку средства, поступающие в виде имущественных налогов, зачисляются именно в региональные и местные бюджеты. В Мариел, как и в других регионах России, выросло пособие по безработице. В Департаменте труда и занятости населения Республики сообщили, что впервые за 9 лет пособие для безработных увеличится почти в два раза. Если до нового года минимальный размер выплаты составлял 850 рублей, то с января размер пособия составляет от 1,5 до 8 тысяч рублей. Для людей предпенсионного возраста – от 1,5 до 11 тысяч рублей. По состоянию на конец года официально статус безработного в Мариел имели около 2400 человек. Уровень инфляции в России в прошлом году, по официальным данным Росстата, составил чуть более 4%. Рекордным же стал рост цен на топливо. Бензин подорожал почти на 10%. При этом рост цен на топливо может продолжиться и в этом году. О том, насколько оправданы подобные предположения и как обстоят дела с ценами на АЗС Мариел, выясняла наша съемочная группа. Предварительные прогнозы экспертов говорили о том, что цены на бензин и дизельное топливо в наступившем 2019 году повысятся, но незначительно. Для этого существуют только объективные причины. Цена акциза на бензин увеличилась примерно в полтора раза. На 2% вырос НДС. При этом не стоит забывать и о стабилизационных мерах, заблаговременно предпринятых правительством страны. В частности, начиная с 1 января предусмотрен механизм так называемого отрицательного акциза, который будет передаваться в нефтеперерабатывающей компании. В результате этого увеличение нагрузки будет скомпенсировано. Такого же мнения придерживаются и республиканские эксперты. Проще говоря, нам продают по тем ценам, которые были установлены на совещание правительства. Это как бы на вопрос, что происходит. Что будет в текущем году? По нашим прогнозам цена вырастет в пределах 6%. То есть я подчеркну, что это наши прогнозы. Теперь вместе с экспертами разберемся, откуда появилась эта цифра. Если про 2% НДС мы уже упомянули, то остальные 4% вызывают вопросы, на которые, впрочем, тут же были даны и черпывающие объяснения. Инфляцию, к сожалению, пока еще никто не отменял. Повышение на 6% это в течение всего 2019 года наш прогноз. Не в начале года, а в течение всего 2019 года. На 2% это в начале года, что и происходит сейчас, мы видим, на основных сетях АЗС. И на 4% это в течение года, в связи с ростом инфляции на 4%. Рассчитать сумму повышения может каждый. Достаточно взглянуть на сегодняшние цены на заправках и арифметически вычистить те самые 6%. Прогнозы экспертов пока обнадеживают. Для резких скачков цен нет никаких объективных предпосылок. Поэтому автовладельцы республики могут на сегодняшний день не опасаться удара по своему кошельку и семейному бюджету. Автомобиль не станет роскошью, а по-прежнему останется современным и удобным средством передвижения. Настоящая зима с перепадами температур, метелями и сильными снегопадами. Время особого режима работы для коммунальных служб. Нынче этот период пришелся как раз на новогодние праздники. Но несмотря на выходные и праздничные дни, уборка снега и расчистка столицы республики ведется круглосуточно. И в центре, и в спальных районах города. Нынешний Новый год выдался по-настоящему классическим. Умеренные морозы и достаточное количество выпавшего снега. Несколько дней и вовсе выдались богатыми на обильные осадки. И если с центральными улицами коммунальщикам удалось справиться достаточно быстро, то во дворах возникли проблемы. В праздничные и выходные дни ликвидировались последствия снегопада. Количество техники на улице города доходило до 50 единиц. Вывезено порядка 14 тысяч кубических метров снега. Распределено порядка 1400 тонн противогололедных реагентов. На данный момент уличная дорожная сеть города приведена в нормативное состояние. Единственная проблема, с которой мы столкнулись, касалась дворовых территорий и межквартальных проездов, так как техника не могла пройти из-за припаркованного транспорта. На данный момент ситуация и на межквартальных проездах тоже налаживается. На календаре сейчас самая середина зимы. Самые сильные снегопады и метели еще впереди. Но горожанам не о чем беспокоиться. Столичные власти готовы ко всем природным сюрпризам и любым капризам природы. Зима еще не закончена. У предприятий имеется договорное предоставление прогноза погоды. Необходимое количество техники и реагентов также присутствует. Сегодняшнее состояние центральных улиц столицы можно оценить на отлично. Что же касается дворов, то коммунальщики убедительно просят автовладельцев внимательно следить за объявлениями об уборке. Тогда и дворы будут чистыми, а заодно и проблем с проездом не будет. Спасибо стабильной погоде морозной зимы. Эпидемия гриппа в Мариел откладывается. По данным регионального управления Роспотребнадзора, до сегодняшнего дня в регионе не было зафиксировано ни одного случая гриппа. И даже уровень заболеваемости снизился по сравнению с началом декабря и остается ниже эпидемического порога более чем на 10%. В связи с тем, что грипп в регион пока не пришел, в Мариел было решено продлить прививочную кампанию до конца января. Так что пройти вакцинацию еще не поздно. Как рассказали в надзорном ведомстве, на данный момент прививку от гриппа сделал практически каждый второй житель республики. Это были новости на телеканале Мэтр. Интернет-версия программы на сайте метр12.ру, на нашем ютуб-канале, а также в группах телеканала в социальных сетях. В студии была Екатерина Роман. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова